В нашей клинике представлено несколько видов имплантатов. Это Дентюг, южнокорейская имплантационная система, Нобель, американская система, в Швеции производятся имплантаты, и еще у нас система есть Ренова. Это такой средний сегмент, который для пациентов в плане выбора, то есть достаточно хорошая имплантационная система. В каждой имплантационной системе есть определенные характеристики. То есть, если мы берем бюджетную систему Дентюг, она хорошо зарекомендовала себя в жевательном отделе, в условиях с хорошей объемной костной тканью. У этих имплантаторов достаточно агрессивная резьба, которая позволяет их застабилизировать, получить хорошую первичную стабилизацию. В условиях именно жевательного отдела, при одномоментной имплантации в жевателе. Что касается фронтальных зубов, линии улыбки, в условиях дефицита костной ткани, когда нам нужно в ограниченных условиях помочь пациенту и провести хорошо операцию, то в таких случаях, конечно же, имплантаты Нобель имеют большой бренд, очень давно разрабатываются, имеют размерный ряд, который позволяет провести успешно эти имплантаты, имеют определенную поверхность, которая имеет интеграцию к мягким тканям, это их поверхность, Тай-Ультра, новая поверхность, которая для фронтальной группы зубов очень хорошо себя зарекомендовала. Также эти имплантаты имеют достаточно высокую первичную стабилизацию, что очень важно, если мы проводим имплантацию в зоне улыбки, так как нужно пациенту предложить обязательно временную конструкцию, чтобы он после операции ушел с временным зубом, чтобы эстетически никак не было заметно, чтобы были проведены какие-то хирургические манипуляции. В хирургическом примере хочу вам показать именно операцию с Нобелем во фронтальном отделе, когда было проведено удаление зубов, одномоментная имплантация и постановка временных зубов сразу же в день операции. На этой фотографии вы можете увидеть уже фотографию пациента после операции, то есть что здесь было сделано. Здесь было удалено три зуба фронтальных, разрушенных, ранее леченных, уже разрушения были до уровня весны и глубже, с кистами. В общем, эти зубы уже было невозможно спасти. Была проведена имплантация, удаление этих зубов, пластики мягких тканей и сразу были изготовлены временные зубки. В данном случае использовались имплантаты Нобель, которые позволяют хорошо получить первичную стабилизацию, чтобы мы могли сразу же пациенту сделать временные зубы. Эти имплантаты держат вот эту нагрузку первоначальную и мы можем провести такую работу. Установлены один имплантат и второй имплантат. На 4 месяца устанавливается временная конструкция. За 4 месяца имплантаты приживаются и далее идет уже постоянное протезирование. Временное протезирование идет плосмансовыми зубами, которые достаточно тоже все равно выглядят неплохо и эстетично. Цент, выходя после операции, продолжает жить своей обычной жизнью. И никто из окружающих никогда не заметит, что там была какая-то проведена хирургическая манипуляция. Были удалены зубы, тем более во фронтальном отделе передние зубы. Продолжение следует... Продолжение следует...